Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 8 мая. Эфиры канала РЕН-ТВ продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите ближайшее время. Исторический момент – новый символ Анапы. Сегодня торжественно открыли стелу город воинской славы. Свобода мысли, слова и пера. Журналистов Анапы мэр-курорта Сергей Сергеев поздравил с профессиональным праздником. Вместо детских забав – песни о войне. Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны в детском саду. Об этих и других новостях подробнее. Сегодня в городе-курорте состоялось историческое событие. Два года назад президент России присвоил Анапе звание города воинской славы. С того времени шли работы по возведению памятной стелы. И сегодня утром состоялась торжественная церемония открытия. На историческом событии была и наша съемочная группа. Анапа стала 31-м российским городом, получившим звание город воинской славы. На стеле отображено несколько эпох, в том числе момент, когда турецкая крепость Анапа вошла в состав Российской империи. И фрагменты событий Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что в России уже более 35 городов носят такое звание, объектов, как и в этой стране, всего два. Церемонию открытия памятной стелы возглавил глава Анапы Сергей Сергеев и ветераны Великой Отечественной войны. На площадь перед стелой внесли знамя победы и флаги России, Кубани и Анапы. Этот памятник дань уважения нашим предкам тем, которые защитили и отстояли Анапу для Российской империи. Нашим предкам, которые совсем недавно защитили страну от фашистского ига. Перед памятной стелы собрались ветераны Великой Отечественной войны, курсанты Института береговой охраны ФСБ России, военнослужащие, учащиеся морского пограничного лицея, школьники и студенты, представители молодой гвардии Единой России, жители, гости города. Председатель Совета Леонид Кочетов напомнил, что 12 июня исполнится 185 лет с того момента, когда турецкая крепость Анапа после очередного штурма наших войск стала российской. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин передал Анапчанам слова поздравления от председателя Законодательного собрания Владимира Бекетова. Анапчане на протяжении веков сделали очень многое для того, чтобы Анапа вошла в число этих замечательных городов. Славная история. Мы никогда не забудем 22 июня 1791 года. И сделаем все, чтобы наши дети и внуки помнили о том, какой ценой ковалось это высокое звание. Ветеран Великой Отечественной войны Павел Тихонович Кухоль еще в мае 2011 года был в составе делегации, которая лично от президента России получала диплом города воинской славы за мужество, стойкость и массовый героизм. Я горд и рад, что живу в городе Анапа, земля которого полита потом и кровью наших предков. Почетное право открыть стелу, перерезав красную ленточку, было предоставлено главе города-курорта Сергею Сергееву и председателю Совета ветеранов Анатолию Гапонову. Молодежь города также выразила дань павшим воинам словами благодарности. Мы, молодежь Анапы, сделаем все, чтобы быть достойными подвига воинов русско-турецких воин и ветеранов Великой Отечественной войны. Мы помним о них и любим, и будем достойны и светлых, и славных имен. После минуты молчания состоялась церемония возложения гирлянды славы, которую принесли к памятной стеле военнослужащие Анапского гарнизона. Осветил стелу благочинно Анапского округа протеиерей Виктор Полянкин. В завершении мероприятия сводный хор курсантов и коллективов городского театра исполнил новую песню «Анапа. Город воинской славы». Жители и гости курорта возложили к новому мемориалу цветы. Алина Гумерова, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Маранапа Сергей Сергеев традиционно в начале недели проводит личные приемы граждан. Проводятся они не столько даже для так называемого ручного управления, сколько для того, чтобы лично выяснить, с какими проблемами сталкиваются новчане и узнать, какие звенья исполнительной власти работают недостаточно плотно с населением. На прием к мэру поехал и наш корреспондент Вадим Родин. Много, конечно, и частных случаев. Вот, например, 83-летняя Анастасия Экшиян, труженик тыла. Работала на оборонном заводе на Урале во время войны с 11 лет. Обратилась с просьбой провести газ на льготных условиях. Когда кооператив строил трубу, она из-за отсутствия средств участия в этом не приняла. Сейчас просит помочь врезаться в проходящий по ее участку газопровод. То есть мы ей готовим, помогаем. Вот у меня разводка. И она уже там, какие она приборы будет ставить? Пенечку газовую там или еще что-то. А уже договоренность с кооперативом она заключается сама. Либо судом, либо что. А вот наша помощь должна выразиться в том, что мы разводку сделаем. Задача жительницы Гайкадзора договориться с кооперативом. Тем более, что уважение и льготы она заслужила. С малых лет производила оружие для передовой, приближая победу. Житель Крымска, а ныне анапчанин, попросил помощи в выделении участка для мастерской по ремонту часов. Хорошо, я поручу комитету. Пусть рассмотрят, где у нас есть земля. Вот. Для установки. В ходе приема прозвучали и два вопроса, связанных с трудоустройством. Но основная масса проблем по-прежнему касается улучшения жилищных условий и земельных отношений. Всего на приеме в этот день у главы города побывали 14 анапчан. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион. В Малом зале администрации состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Кубанской журналистики. Праздник отмечается каждый год последние 17 лет. Учрежден постановлением Законодательного собрания Края. Примечательно, что у краевой журналистики в этом году юбилей. 150 лет назад в Крае вышла в свет первая газета «Кубанские войсковые ведомости». Краснодарский край среди регионов России занимает шестое место по количеству средств массовой информации. Анапа по этому же показателю входит в тройку ведущих на Кубани. Мастеров пера, камеры, микрофона с профессиональным праздником лично поздравил мэр курорта Сергей Сергеев. Сравнительно недавно перу журналистов стало многое позволительно. Журналисты стали смелее, оправдывая звание четвертой власти, показывая жизнь общества и человека в нем без прикрас. Я хочу вас поблагодарить о том, что вы прославляете она и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. И поверьте, это благодарность искренняя, потому что без критики, будь она справедлива, несправедлива, но ее восприятие сегодня, оно позволяет людям лучше ориентироваться в том мире, в котором вы живете. Желаю вам успехов на почве журналистской деятельности, техническим работникам, чтобы все у вас получалось, чтобы работа вам доставляла удовольствие, если просто сказать, чтобы вы утром с удовольствием шли на работу и весь она с удовольствием возвращается. Сотрудники телерадиокомпании «Анапа-регион» не раз становились победителями краевых конкурсов среди журналистов. Совсем недавно работа всего творческого коллектива вновь была отмечена дипломом третьей степени на подведении итогов краевого месячника обороны массовой и военно-патриотической работы в городе Кореновске. Лучшим из лучших сотрудникам редакции были вручены почетные грамоты и благодарности главы курорта. Пятеро из них – сотрудники «Анапа-регион». Корреспондент Светлана Авилова, специальный корреспондент Анна Жигалова, оператор в это время стоявший за камерой Александр Кореневский, старший оператор Алексей Мухортов и редактор программы «Новости» Ольга Родина. Каждый из них – профессионал в своем деле, который каждый день освещает для новчан и гостей курорта самые заметные события, происходящие в городе и селах. Вадим Родин, Александр Кореневский, «Анапа-регион». «Анапа» готова к празднованию Дня Победы. Запланированы десятки мероприятий в каждом районе города. Они пройдут в парках, домах культуры, музеях и на концертных площадках. На улице Ленина в 9 утра можно будет увидеть выставку боевой техники. С 10.00 на театральной площади пройдет праздничное шествие ветеранов Великой Отечественной войны. У Вечного огня будет дежурить почетный караул, а в сквере боевой славы состоится митинг памяти, посвященный 68-й годовщине Победы. Солдатский привал развернет свою стилизованную площадку на площади у фонтана и традиционно завершит День Победы в 23.00 праздничный салют. Накануне праздника Победы юные напчане пригласили ветеранов Великой Отечественной войны в детский сад номер 18. Дети с воспитателями к такому событию подготовились основательно. Праздничную программу увидели и наши корреспонденты. Детям необходимо знать историю своей страны, тех, кто отдал жизнь за мир и свободу, кто воевал и остался жив. Свидетели и участники сражений стали почетными гостями праздника. Это Титаренко Анатолий Данилович, Титаренко Виталий Данилович, Поварова Софья Сергеевна и Булатова Галина Брониславовна. Они рассказали детям о войне, о том, в каких войсках воевали, а ребята приготовили для них праздничный концерт, музыкальные открытки для ветеранов. Боевую подготовку показали маленькие защитники Отечества. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А дети показали подготовленные специально к празднику Победы творческие номера и по старинной традиции почтили память невернувшихся домой с войны минутой молчания. Завершился праздник торжественным маршем с использованием русского народного музыкального инструмента. Вадим Родин, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. Невеста, жена и мама. Так можно назвать участниц Анапского фестиваля «Невест». У всех девушек свадьба состоялась в прошлом году. Это одно из условий. Возраст, рост и вес жюри конкурса не учитывали. Оценивали участниц за баяние и артистизм. Восемь участниц боролись за главный титул «Бриллиантовая невеста Анапы-2012». Организовала фестиваль Татьяна Куликова. Праздничное агентство, которым она руководит, проводит такое мероприятие впервые. По ее словам, проигравших среди невест не будет. У нас бриллиантовая невеста получает колечко с бриллиантом. Золотая невеста получает колечко золотое с фионетиками. Третье место – красивое серебряное кольцо. Конкурс состоял из трех этапов – представить себя, признаться в любви своему супругу и преобразить свое свадебное платье. Одним из самых трогательных и волнительных стало признание в любви. Я люблю тебя. Ты слышишь, мой супруг? Моя опора, радость и награда. Люблю я мужа своего. Родней нет в мире никого. Я люблю тебя! Алёнушка, я люблю тебя. Я тебя очень люблю. Ты вся моя жизнь. Я благодарна Богу за то, что ты у меня появился. Участница под номером 8, Герасимова Юлия, по итогам трех туров стала победительницей фестиваля. Горолу, бриллиантовой невесты! Одинокричайник управления поделом молодежи Казову Александр. И бриллиантовой невесты Анапы-2012. Герасимова Юлия, ваши бурные аплодисменты! 15 мая она представит Анапу на Всероссийском фестивале невест, который пройдет в набережных Челнах. На этом все. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. Погода в Анапе с 9 по 13 мая будет по-прежнему теплой и солнечной. Воздух прогреется в пределах 18-20 градусов выше нуля, в ночное время – до 14-16. Усиление ветра не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы 755-760 мм рт. ст. Температура морской воды в Анапской бухте – до 17 градусов по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова